Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте делиться со своими близкими, родными, друзьями и изучать арабский язык вместе со мной. У нас сегодня Альмауду Тесер, то есть девятая тема, которая называется Харфу Синь. И буквы, которые здесь, или слова, которые будут встречаться, будут в своем составе иметь эту букву. Первое слово Саглюн. Саглюн, то есть легкий, легкий. Мы видим Син, букву Син в начале. Аддарсу Саглюн. Урок, определенный урок. Саглюн, то есть легкий, нетрудный. Мы видим Аддарсу, то, о чем извещается, то есть урок в определенном состоянии, находится в начале. И что мы узнали нового об этом уроке, это то, что он легкий. Саглюн. Второе слово это Джинси Етуке. Джинси Е, это национальность или гражданство. И здесь еще есть лидное местоимение Ка, то есть твое гражданство. Мэ Джинси Етуке. Какое, да, твое гражданство? То есть какая твоя национальность или какое твое гражданство? Здесь стоит вопросительное слово МА. И мы видим, что это уже вопрос. Следующее. Альмалебис. Альмалебис это одежда. Уже встречалось это слово ранее. Здесь обращаем внимание на то, что буква Син в окончании. Ишторойтульмалебис. Ишторойту. Я купил или я купила. Альмалебис. Одежду. В окончании хатха, потому что одежда здесь является прямым дополнением. Купил что? Одежду. Далее. Альмалебису. Учитель. Альмалебису. Филфасли. Фасль это класс. Учитель в классе. Альмалебису. Филфасли. Мы видим, что говорим далее. Про кого? Про учителя. И филфасли. Извещение в классе. Сарирун. Сарир это кровать. Сарирун это кровать. Филхуджирати сарирун. В комнате кровать. То есть какая-то кровать в комнате. Из-за того, что кровать в неопределенном состоянии, а извещение в виде предлога с именем приходит. Поэтому они меняются места. Далее. Сигаму. Сигам это женское имя. Сигам. Сигаму побиба. Сигам врач. Так как это женское имя, то мы видим врач. В окончании еще присоединилась там арбута. То есть если у нас какие-то виды деятельности, профессии, то, как правило, изменяется с мужского рода на женский путем добавления там арбута, как мы видим в этом примере. Сигаму побиба. Сигам врач. Это женщина-врач. Следующее слово. Суккарон. Суккар. Сахар. Это у нас уже было в первых уроках. Суккарон. Здесь просто мы видим, слово приходит в неопределенном состоянии, в положении у нас. Поэтому после танвина у нас приходит альф. Здесь в шрифте как бы, как будто танвин над альф, на самом деле он передний должен быть. То есть над ра и потом альф. Ну, видимо, особенности шрифта так. Ишта ройту суккарон. То есть я купил сахар. Здесь это прямое дополнение, поэтому приходит в этом состоянии. Суккарон. Аскуну. Аскуну от глагола сакена. Проживать, жить. Аскуну. То есть я проживаю, я живу. Аскуну. Фитпаба кусалиси. Я живу на третьем этаже. Мы сначала говорим какое-то определение в русском языке, а потом определяющее слово. Вот. В арабском уже нет. Сначала основное слово, потом к нему определение. Аскуну фитпаба кусалиси. Я живу на третьем этаже. Следующее. Аль-рисалята. Письмо. Здесь с долгим алифом. Ка-ра-тур-рисалята. То есть я читал или я читала письмо. Прочитала, прочитала письмо. Да, и поэтому письмо у нас стоит на себе опять, потому что это прямое дополнение. Би-хам-си-ина. Числительное. У нас само числительное звучит как хам-су-на. Хам-су-на, это переводится как пятьдесят. Хам-сун, да, то есть если сравним с тем, что мы видим, то не долгий я, а долгий вау. Хам-сун. Когда перед ним приходит би, в обычных каких-то примерах у нас меняется, например, там кита-бун будет кита-бин, то есть кастро будет в этом падеже, если после би. Но в формах правильного множественного числа или в формах, которые наследуют, как здесь форму правильного множественного числа, у нас просто долгий вау поменяется на долгий я. Получится не би-хам-су-на, а би-хам-си-на. То есть вот это вау поменяется на я. Аль-улбату би-хам-си-на ри-я-лян. Аль-улбату би-хам-си-на ри-я-лян. Ульба, то есть коробка, да, какая-то упаковка. Аль-улбату. Мы видим тажанинский рот. Би-хам-си-на. Би ранее у нас встречалось. То есть это показывает стоимость, да. Как бы по цене хам-сун — это 50. То есть стоимостью в 50 ри-я-лян. И после хам-су-на у нас идет как бы объяснение чего. Там есть ри-я-ла, да. То есть 50 ри-я-ла. Там не в 50 долларов, евро, а именно ри-я-ла. То есть аль-улбату би-хам-си-на ри-я-лян. Это упаковка стоимостью в 50 ри-я-ла. Следующее предложение и следующее слово. Расулюн. Расулюн — это посланник. Посланник. Мухаммадун — Расулюллахи. Салаллаху алейхи вассалям. Мухаммад — посланник Аллаха. Здесь мы видим, идет конструкция Идафы, да. Расулюллахи. Мухаммадун. О ком мы говорим? О Мухаммаде. Что узнали? Какое извещение? Что он Расулюл, да. Что он посланник. И идет у нас несогласуемое определение. То есть объяснение, да, вот этот мулафилей. И лавлаль-джаляля на, или как бы, в роли мулафилей здесь. Расулюллахи. Да, поэтому мы видим ка-сру. Таким образом мы завершили здесь предложение. У вас идут еще упражнения дополнительные на то, как пишется буква Син. И потом второе, написать нужно суру, сура ан-нас. Вы тоже смотрите, как она прописывается и прописываете. И третье предложение — это упражнение, вернее, икрау актуб. Вы читаете, напишите, прописываете данные слова. Да, то есть эти предложения или слова прописываете. И дальше у вас идет тоже сара, раса масалимун, масадун, сара, самирун, фасада, сафара, сальману, нисрун, джаляса, саадун, носурун, сафара, хасанун. Ну, то есть обратите внимание, здесь есть много глаголов, которые уже мы проходили, да. Возможно, есть, которые вы еще не проходили. В основном те, которые проходили, можете также обратить внимание на их спряжение. На этом наш урок подошел к концу. Джузеку Малагу Хаэрон, что были со мной. Не забывайте делиться благими знаниями своими родными, близкими, комментировать, задавать вопросы. И встретимся с вами на следующем уроке. Иншаллах. С вами была Умалик. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракатух.